18-летней теннисистке Арине Бабенко на Кубке Озерова волею жеребия досталась сильная соперница. Уже именитая среди юниоров Дарья Шаточнева. Это сейчас Арина понимает, что недооценила визави, недонастроилась. Поэтому игры Кубка для нее закончены, как в одиночном, так и в парном разрядах. В обоих выбыла в первом круге. Теперь, говорит, главное взять себя в руки и продолжать тренировки. После прошедших матчей я провела анализ своих игр и буду работать над ошибками. Всего в Кубке Озерова участвуют 67 спортсменов из почти 40 городов России. Турнир по теннису в категории до 19 в этот раз сильно изменился. Во-первых, 2022 год юбилейный, вековая дата со дня рождения Николая Озерова. Поэтому атмосфера была торжественной. А во-вторых, другим стал и сам формат. После известных событий вместо международного он стал всероссийским. Однако и без этого состав участников оказался представительным. По меркам юниоров, разумеется. Это последний турнир перед уходом девочек и мальчиков-профессионалов. И через этот турнир прошли все наши, можно сказать, выдающиеся теннисисты. Сафин, Сафина, Кафельников, Дементьева, Мыскина. Ну и многие-многие другие. Поэтому, честно говоря, мы гордимся этим турниром. Рязань представляют 19 спортсменов из Академии тенниса имени Озерова. Ребята не скрывали, что хорошо готовились и настраивались на игры. Однако, играть им пришлось против лучших из лучших. Поэтому, если в прошлом году рязанцы на пьедестале стояли крепко, то в этом нашим парням и девушкам было трудновато. Говорят, с турнирной сеткой не повезло. Играли мы во всех сетках, в одиночках их парах. Вот, я говорю, еще раз повторюсь, третье место уже девочек в паре. И сейчас за третье ребята играют в паре тоже. Одиночки, ребята, вот самый лучший результат трое у нас в четвертьфинале. Проиграли вчера, к сожалению. Финальные матчи в субботу, 14 мая. И пусть рязанских спортсменов на корте мы, похоже, не увидим, борьба за призовые места обещает быть напряженной. Потому что победа здесь – это путевка в мир большого спорта. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.